здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим об очень таком важном моменте в некоторых последних программах мы поднимаем вопросы всевозможных социальной защиты да то есть речь идет о всевозможных пособиях и сегодня в этой программе мы будем говорить о детских пособиях потому что об этом много было сказано на самых разных уровнях но как это работает кто имеет на это право кто может быть не имеет на это право как вообще выстраивается схема во всем этом во всем этом нам поможет разобраться заведующий отделом мир социальной поддержки детские пособия отдельный такой участок работы окружного управления социального развития номер 3 министерства социального развития московской области наталья львовна пирогова здравствуйте наталья львовна у нас уже была знает наши правила что я задаю вопросы она на них отвечает ну и как вы понимаете во многом вопросы будут возникать по ходу ответа во первых детское пособие насколько я помню она уже всегда какое-то существовало даже еще в советские времена сегодня какое различие между этим главного в принципе конечно да семьи с детьми поддерживались всегда и будут поддерживаться всех дай бог да да будем на это очень надеяться вот поэтому с 1 января 2023 года наверное произошли кардинальные изменения законодатель предусмотрел чтобы выплаты все-таки назначались по одним критериям и будем так говорить находились в одних руках и поэтому порядок упорядок и поэтому с января выплаты и вообще меры соцподдержки на детей именно семьям и беременным женщинам теперь будет оказывать социальный фонд российской федерации это объединенный фонд социального соц страха и пенсионный фонд будут нам нужно объединили да да и значит вот назначением пособий с января месяца будут заниматься это ведомство и вот чтобы и не да сразу же не испугать наших телезрителей потому что так много слова социально но слово-то хорошие приятное но тем не менее правильно я понимаю что раньше разные организации занимались одним и тем же до функционал был разделен и по категориям допустим были работающие родители не работающие родители вот а теперь комплексный подход нуждаемости для назначения пособий единое пособие теперь и назначается она на одинаковых условиях для всех и я так понимаю что это новая структура создана до объединенная но структуру новой да она объединила два ведомства в одно и называется теперь социальный фонд российской федерации социальный фонд российской федерации то есть чтобы мы еще раз понимали то есть пенсионный фонд это отдельная история была была 1 января 23 а теперь тоже туда вошла пенсионный фонд и фонд социального страхования входят в лились а в одно слились в одну по нему то есть как интересно то есть и детские пособия и пенсия то есть 1 1 и тот же фонд нам будет назначать да если даже его до пенсии да хорошо есть вот женщина забеременела ждал ребенка так и обращается теперь социальный фонд российской федерации родился ребенок опять туда же и все и завод давайте вырезан с этого момента начнем более подробно и поговорим конечно чуть позже самом пособие что тоже важно что в него входит но тем не менее вы сказали что женщина забеременела то есть но мы понимаем что некоторые родители беременеют неожиданно некоторые подходят к этому но более серьезно и продуманно да кто есть пособие что начинает действовать со времени беременности как и тогда оформить можно значит смотрите в принципе это выплата была и до 1 января 23 года и наверное больше эти вопросы надо будет задать к социальному фонду российской федерации зададим да потому что это другое ведомство и назначением критериями назначения теперь занимаются один они вот до 31 декабря органы соцзащиты занимались назначением так называемым народе пособие как малообеспеченная семья и был такой вид пособия как от 3 до 7 лет на детей вот поэтому все выплаты которые были назначены на детей до 31 декабря они продолжают свое существование то есть до 7 лет ребенку будут выплачивать и не до 7 а то есть на период который им назначен эти выплаты назначались на календарный период то есть на 12 месяцев и все выплаты которые были назначены то есть нами было принято положить на решение до 31 декабря все семьи от получают эти выплаты на весь назначенный период а потом уже по новому а потом уже обращаются социальный фонд российской федерации для назначения дальнейшим по тем критериям которые будут применены к ним уже по назначению мы сейчас туда поговорим об этом да так вот же забеременела женщина она как может уже подавать когда то есть у нас сейчас все услуги в принципе носит заявительный характер все эти заявления на определенном месяце беременности надо 12 недель 12 недель значит на все должны зарегистрированы уже быть в госуслугах так называемых да вот выплаты эти заявления это подается на портале государственных услуг то есть прямо приходилось никуда не надо приходить и можно подать это на портале государственных услуг выбрать это заявление во вкладке пособия для семей да и назначает а там а вот есть как какое-то различие потому что вот у вас называется детские пособия да они какие-то разные есть вот если чек если женщина забеременела это какое пособие выбирать то нет она получается одно единое просто подход вот критерии назначения вот этот вот комплекс оценки нуждаемости для назначения пособия он теперь единый хорошо для всего вот она были земли на ребенка от 0 до 3 на ребенка 3 до 7 раньше было от 8 до 17 вот теперь она единое пособие вот неважно получает раз беременела или вот ребенок до подача заявления произошла вы получаете заявление и дальше что происходит ну просто вот хочу раз еще до давать акции то важно на то вот смело можно делать потому что это документы чтобы я все понял это не к нам теперь просто мы извещаем всех граждан потому что они действительно путаются что слышит слово социальный и думать что это мы а это теперь относится к полномочиям перед на полномочия социального фонда российской федерации объединенного пенсионного фонда и фонда социального хорошего а чем занимается тогда ваше сейчас значит да ну еще раз тогда повторюсь в том плане что те выплаты которые были назначены а вы их идете мы еще продолжаем их выплачивать но помимо этого есть и другие меры соцподдержки которые мы оказываемся в соответствии с действующим законодательством московской области российской федерации поэтому ну название такое но в принципе есть выплаты и на детей инвалидов есть выплаты на школе давайте мы сейчас для многодетных на питание и одежду детей инвалидов поэтому очень много еще мер соцподдержки которые в принципе еще вы давайте поговорим тут вот возникал вопросы по школьной форме да тоже такие вопросы можно будет тоже это обсудить то есть на сегодняшний день чтобы закрыть уже вопрос с детскими пособиями вы доводите до финала те вот скажем так соглашение которые и даны были разрешения на те пособия которые работают по старой схеме до 31 декабря потом уже они идут туда ну а что вот сегодня наиболее востребовано у вас зачем обращаются к вам ну в принципе наверно как и всегда большое внимание уделяется многодетным семьям и большой спектр все-таки мер соцподдержки в поддержку этих семей и есть такая выплата как на обучающегося из многодетной семьи на приобретение одежды для посещения занятий образовательных организаций муниципалитета которые обучают детей по общей образовательным программам ну вот давайте мы тогда полностью вот этот аспекта рассмотрим и отдельным таким вопросом школьная форма потому что кажется вроде бы на что там до купил форму дети же во-первых растут быстро значит надо ее потом многодетные дети это значит надо всем купить а в третьих все таки если государство дает тебе возможность ну как-то сэкономить свой персональный семейный бюджет почему бы этим не воспользоваться вот здесь тоже тогда схема получается это касается только многодетных семей или это может касаться семей которые малообеспечены как вот этот процесс нет это касается именно по действующим законодательства у нас поддержка многодетных семей что такое многодетная семья силы многодетная семья московской области признается семья в которой один из родителей или законных представителей и трое детей имеет регистрацию на территории московской области постоянную и так далее присваивается статус многодетной семьи из один из родителей хоть один да хотя бы и присваивается статус многодетной семьи и семья в полном объеме может пользоваться всем мерами соцподдержки которые предусмотрены для многодетных семей если можно давайте мы напомним какие значит это компенсация коммунальных услуг описаться а сколько процентов или там зависимости ну там в зависимости от установленных величин от количества на проживающих тоже ну а в площади скорее года вот значит они имеют право на проезд это именно такая соцкарта соцкарта то есть такая карта мы привозили к пенсионной до социальной карте а это это вот тоже она и есть для проезда то есть в многодетных семьях это родители и дети от 7 лет там тоже как-то она бесплатно или половину как бесплатно бесплатно так что еще значит дальше еще значит выплата на школьную форму всем обучающим об этом сейчас во второй части поговорим да это на некоторые посещения музеев государственных то есть если у них это прописано что они могут посещать до семьи такие многодетные ну то есть государство я так понимаю что это такая структура которая постоянно вы сами пришли рассказали меняется да может быть что-то расширяться и так далее но ясно одно что сегодня государство воспринимает многодетную семью для многих многодетно это какое-то этика не невероятное количество детей три ребенка но по сегодняшнему дню в принципе ну я не скажу что много но есть такие семьи где трое детей вполне как бы нормально то есть все эти люди уже претендуют даже если у них доход нормальный или если доход нормальный не работа то с многодетной миме и вообще никак не привязан к доходности к имущественности к нуждаемости и так далее просто есть родители и скачка трое детей и дарит государство за то что вы родите до 18 лет и если даже среди членов семьи так составе семьи многодетной есть обучающиеся высшего или среднего профессионального образования очной формы до 23 лет то тоже семья признается многодетной вот это очень интересно и спасибо вам за то что вы разъяснили потому что вдруг кто-то сейчас вот конкретно стоит перед вопросом да казалось бы третий ребенок совсем может жизнь поменяться но в любом случае важно что это не влияет на потому что ну может папа очень много работают да а мама папа и должен работать есть и мама которые хотят в любом случае мы выяснили с вами в первой части нашего разговора сейчас нас будет небольшой перерыв о том что многодетные семьи это в общем-то довольно довольно большой такой сегмент нашей сегодняшней жизни но я правда много знаю уже у кого трое детей поэтому может быть кто-то готов уже сейчас что называется услышать вас и приступить к оформлению этого пособия вот во второй части мы поговорим более подробно вот этом школьном школьной форме да а пом а помощи но еще какие-то вопросы зададим напомню что это очень сложно кажется и люди иногда до теряются и очень хорошо что к нам приходят работники социальной структуры которая тоже не стоит на месте все время видоизменяется и и рассказывают нам подробности дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог мы сегодня говорим с наталья львовна и пироговы это заведующая отделением мер социальной поддержки детские пособия окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области очень много раз слова социальная звучит ну и мы называем российскую федерацию как социальное государство и мы все время слышим и выступлениях президента и выступлениях правительства представителя правительства и политических лидеров о том что слово пособия и помощь людям которых которых нужно поддерживать она существует вот в первой части мы выяснили что даже если ты хорошая семья с точки зрения заработка все есть все равно государство за то что у вас есть три ребенка которые прописаны и проживают вместе хотя бы с одним представителем семьи на одной определенной территории то вы уже имеете право на подачу документов на оформление субсидий мы их назвали первой части посмотрите а вот во второй мы поговорим конкретно о школьной форме вообще тема школьной формы и некоего школьного обучения да потому что начинается все там детский садик но это еще не обучение воспитания потом школа это уже формирование в общем то человека и опять же возвращаясь к теме папа мама работа дети подрастают ну опять же еще важно какая разница между детьми и ребенок сам начинает взрослеть до хочет иногда оторваться от родителей вот я помню например по себе уж извините на себе пример приведу что моя мама вечно страдала потому что меня нестандартное тело было и у меня форму купили уже чуть даже сезон я не выхаживал уже бы нужно было новую покупать то есть что государство предусмотрела в плане школьной формы давайте мы расскажем значит правительство московской области законодателям предусмотрена именно жители московской области на обучающихся в многодетной семье на каждого обучающегося 3000 рублей на приобретение одежды для обучения то есть вот три ребенка если учатся то нас и если они школьного возраста обучаются в образовательных организациях только обязательно акцент делаю московской области потому что наша территория граничит с москвой очень близко вас научиться тоже не рамки ситуации то когда дети обучаются в городе москва в этом случае выплату получить они не сам нельзя договориться с москвой чтобы как не получается не знали на уровне правительства этот вопрос решается по ним будем надеяться что решится но по крайней мере как приграничных территорий вот но пока так то есть да то есть три ребенка один из родителей прописаны должны быть на территории московской области и школу должны ходить на территории московской области 3000 рублей 3000 рублей в календарном году один раз один раз да с 1 января по 31 декабря получить они могут 3000 рублей но очистками уже без всяким переведется на счет то есть это опять же подается заявление через портал услуги мосрег то есть московской области да это портал оказания государственных муниципальных услуг там они подают заявление со своего личного кабинета опять же если есть какие-то проблемы с подачей заявлений из дома то могут обратиться в любое отделение мфц на территории городского округа и подать там гостевом компьютере это заявление а какие документы мы теперь не спрашиваем все идет электронно то есть правильно просто надо заполнить заявление все но это обязательные поля да и там просто будет высвечиваться но если подтверждение потом мы делаем межведомственный запрос подтверждение обучения чтобы пришла информация о том что какой-то мальчик или девочка в школе какой-то мальчик или девочка учится до в школе московской области и подтверждается место жительства каждого члена семьи то есть ребенка и мама или папа кто подает заявление по этом заявлении указывается расчетная счет и на этот расчет на счет зачисляется денежные средства правильно понимаю что вот мальчик пошел в первый класс первые три тысячи пошли во второй класс перешли так в общем то это неплохо то есть тут важно понять что для того чтобы была сумма побольше надо чтобы все дети были поближе друг другу правильно ну ну в принципе тоже в общем то в какой-то степени это инструмент такой чтобы но не было большой разницы между детьми это уже все равно решает семья это решает семья безусловно хорошо а как быстро происходит это начисление вот вы говорите что там же проверки какие-то определенные есть значит подается заявление в течение 10 дней принимается решение о назначении или по каким-то если критериями проходит заявление об отказе и как куда-то приходит ответ в личный кабинет лишь падает решение о назначении или об отказе с причиной обоснования отказа то есть если вдруг отказано то в личном кабинете заявитель всегда может найти информацию пояснения почему и если такая возможность есть у него чтобы подать еще раз заявление потому что он решил ту проблему которую у нее не ехали московского резина то он может подать то есть нет такого закрыли на год и все то есть можно еще ведь еще же ошибка может быть да мы же не застрахованы да со стороны каких-то органов власти где не москва написано московск зрение московской области москва написано то есть можно это все еще раз пересмотреть но с точки зрения вот вашего опыта это уже не та бумажная волокита не то раньше не да да то есть у заявителя но есть способ подачи электронной и им надо воспользоваться то есть при этом матери при себе имеет просто паспорт и свидетельство рождения ребенка я так думаю ну и все неправильно заполнить заявление а нужен какой-то контакт на этапе вот этой долгой выплаты там 11 но 10 лет до когда школьная форма должен ли куда-то приходить родитель как сейчас говорят что-то какую-то представлять информацию или нет как вот вы можете перепроверить вдруг они взяли тихонечко переехали значит именно на момент подачи заявления вся информация необходимая для назначения должна подтвердиться то есть каждый такие аспекты как место жительства и обучение школах московской области это подтвердиться должно обязательно поэтому в период после того как принято решение где он был мы это не отслеживая соответственно ребенок перешел в следующий класс подается следующее следующий год наступил календарный он подает следующие зале и на тот период опять должно быть этих двух критериев то есть правильно я понимаю если 1 сентября или там но можно же летом подать да если ребенок во второй класс например пришел московской области можно же летом подать ну можно они в августе нас и начинает основном подавать когда подали а пошли во второй класс форму купили уж не знаю 3000 можно ли вкупить форму хорошую но пока есть тетради есть принадлежность пристроить вот но принципе получив эти деньги уже в октябре можно грубо говоря переехать в москву и пойти перейти в другую школу но тогда в следующем году он уже не получил ну понятно что никто не хочет обманывать просто люди меняют как бы свою жизненную ситуацию но будет получать там может быть московскую какую-то историю тогда все отсюда должны выписаться на наш москве тоже так по закону только не знаю москва особенно москвы не знаем заходим все я вас нет но не то что мы не знаем но закон тоже не стоит на месте они меняются сегодня информация одна завтра другая какие-то могут быть подводные течения камни ну я не знаю развод родителей или не знаю появление какого-то еще ребенка но разные семейные коллизии что может повлиять на отказ еще нет на отказ и вот именно по этой мере соцподдержки именно как вот выплата на школьную форму берутся действительно только два аспекта это подтверждение места жительства и обучение школу сам на кого-то в принципе больше ничего какие способия слова что но вообще все заявители она даже в заявлениях везде есть а любой информации персональный который у них меняется они должны нам сообщать переезд или там как вы сейчас говорите родился один еще ребенок то есть они об этом должны сообщать и соответственно у них статус многодетности если у них было три ребенка этого ребенка нужно в состав семьи ввести соответственно и дальше для мер соцподдержки а если например вот позвольте такой вопрос может быть он не ваша компетенция но например семья двое детей но они берут дочери ли усыновили кого-то там одного-двух ребенка детей это уже считается многодетная семья или там по-другому нет но они же установили то есть они родители все то есть государство в таком случае тоже готова то есть грубо говоря если человек люди семья муж и жена готовы установить детей да то тогда получается все равно эта схема работает как как на ли усыновлении да как на биологических вернее детей хорошо еще такой вопрос но у нас немного времени остается тем не менее что еще можно хорошем смысле слова мы частично уже об этом говорили какая самая сложная пособия которая как-то очень тяжело проверять нет дело в том что сейчас все унифицировано в принципе на любую мерзть поддержки у заявителей сейчас есть перечень документов которые у него всегда при себе это персональные паспорта свидетельств рождение браки развода и так далее и он подает заявление все остальное сейчас практически но на все наверное услуги с исключением нескольких дальше идет по межведов все запрашивается все подтверждается а вот без участия заявить да что хорошо то есть вот то что один родитель это специально сделано на случай развода я так понимаю да или какого нет просто дело в том что например если вы вывозим ребенка за границу должно быть соглашение двух родителей до на вывоз ну например но и до 1 1 история да здесь получается что он почему вот эти изменения вступили вот в силу и этот вопрос вот все-таки проработан был и разрешили как бы признавать семью на основании законодательства при условии что один родители дети потому что в практике сталкивались с такими частыми ситуациями что один из родителей зарегистрирован вообще другом регионе не говорим уже о москве понятно вот поэтому сейчас послабление такое что до семья признается что один родитель я так понимаю что будет больше заявление наверное но уже вы наверно да 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 с 1 января количество семей растет на роде это в округе я просто еще хотела добавить именно по выплате 3000 на школьную форму акцент такой сделать что учебный год подходит концу и те кто заканчивают школу 9 и 11 классы в составе семьи многодетные за есть такие и которые возможно уже не пойдут с первого сентября а в образовательную организацию среднего общего образования пойдут в колледже до или техникумы это те кто 9 заканчивает то им бы до 31 мая ну может быть до июня подать заявление чтобы получить эти три тысячи как бы немножко уже до дополнительно если они еще не обратились вот января 2020 спасибо вам за лайфхак да а в принципе заявление подается до 5 декабря до 5 декабря каждого года под один раз году суммы не суммируются если они вдруг в том году не подавали то есть вот носит меры соцподдержки заявительный характер ежегодно хорошо спасибо огромное наталья львовна пирогова все нам рассказала теперь мы знаем что такое школьная форма сколько она стоит по крайней мере так думает государство заведующий отделом мер социальной поддержки детские пособия окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области спасибо вам огромное это была программа открытый диалог с вами был николай клиненко до свидания